До 75-ти годы Перамоги у Великой и Чинной войне засталось 75 дн. У Гродни стартовал «Одлик часу» до 9 мая, коли уся краина отзначить их и давину «Великой Перамоги» советского народа над фашизмом. Символичную акцию до знаковой падеи заницевали школьники Гродна. Запуск из воротных «Одлику дн до 75-ти годы Перамоги» будет вестися на сайтах у всех без выключения установ адвокации при нем. В Гродинской школе номер 28 об Перамозе, подвигу и героях войны ведаются не только по школьных уроках истории. В установе зроблены ухил на военно-патриотичное выхование молоди, дейничая музей боевой славы из экспозиции и военной формы советских часов. Сучастное поколение унуков и правнуков Пераможца у Великой и Чинной до памятного марафона долучились под девизом «Мы памятаем у всех из-за усёды». В нашей школе проводится акция «Мы помним всех и всегда». Этими словами мы даём обещание всем тем, кто погиб и остался в живых, помнить подвиг, который произошёл 75 лет назад. Мы хотим поблагодарить всех тех, кто воевал, кто сражался за нашу свободу, кто сражался за мирное небо над нашей головой. В Ленинском районе на сегодняшний день осталось, к большому сожалению, всего лишь 94 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них тех людей, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, осталось 57 человек. 9 из них – инвалиды Великой Отечественной войны. С каждым годом этих людей становится всё меньше и меньше. Наш долг, наша священная обязанность – окружить этих людей вниманием, чтобы они чувствовали поддержку, чтобы они знали, что они нужны, что только благодаря их активной жизненной позиции на сегодняшний день мы воспитываем в духе патриотизма нашу молодёжь. До слова «Инициатива Гродзенских пионеров» только частка масштабного областного патриотичного проекта «Память. Одинство. Перамога», який объеднал множество конкурсов масштабных акций и программ. В рамках его будет собрана виртуальная энциклопедия «Мой род. Моя гордость. 75 военных сторонах истории». Выдание будет створено из материала, аутерами оких выступят джихары региона, которые поделятся своими военными историями и их семьям. А прочтахову в области створать музей истории Великой Ачинной войны под открытым небом. Одинную интерактивную простору, якая объедная их роды и вёски, делялись ключовые боевые дейни. Некоторые из них станут часткой туристичных маршрутов. Ох, этом годе у регионе плануется символично открыть 75 таких визуальных объектов. С часом их колькость повеличится.